Сегодня поговорим о резком скачке стоимости топлива на всех АЗС в Российской Федерации. Раскроем тему, я вам расскажу с чем это связано и конечно же расскажу какие последствия понесет данный скачок на перевозчиков, причем на всех перевозчиков, не только на частников, а также и на крупные транспортные компании. Также вам расскажу как это повлияет на вообще в целом экономическую обстановку в России, потому что, как вы знаете, такая тенденция есть, что как только что-то меняется в грузоперевозках в плохую сторону, то сразу же вырастают цены буквально на все, начиная от продуктов и заканчивая просто-напросто всем. Это на самом деле очень больная тема для всех, потому что пострадают все, точнее уже страдают все и вот даже это дело коснулось меня, поэтому я решил как автомобильный блогер, связанный с перевозками, раскрыть эту тему. На самом деле рост цен уже не впервой у нас именно по топливу, особенно по дизельному топливу. Рост цен ускорялся, как вы понимаете, уже не один раз. Связано это было с различными параметрами, начиная от политической обстановки в стране и заканчивая даже ковидом и ковидными ограничениями. То есть даже я помню, что в 2019-2020 году очень сильно подорожала солярка, именно связанная с темой ковида. Кто помнит, ставьте лайк в комментариях. Но все предыдущие росты цен на топливо были, так скажем, цветочками. Сейчас уже ягодки, потому что сейчас бывает на заправках цена на дизельное топливо за 1 литр достигает 80 рублей. И могу отметить, что это не какие-то отдаленные северные или отдаленные сибирские уголки нашей необъятной родины. Нет, это отнюдь не так. Это центральная часть России, это та же самая Псковская область, Краснодарский край, Ростовская и так далее. Сейчас цена за литр дизельного топлива, говорить мы будем в основном именно о нем, достигает в среднем 75 рублей за литр. Где-то дороже, где-то дешевле. Почему мы будем говорить именно про дизельное топливо? Потому что 95% именно автомобильных перевозок в стране приходится именно на грузовики, которые эксплуатируются с дизельным топливом, с соляркой. И, собственно говоря, поэтому этот вопрос сейчас и поднимается. Наверное, основной и первый вопрос, который бы вы хотели услышать, это вопрос, почему топливо дорожает. На самом деле теории здесь разные, но я решил зайти и посмотреть официальные источники, которые, так скажем, должны были дать обширный ответ на данный вопрос. И я нашел во всех источниках, во многих, сразу несколько аспектов, почему дорожает топливо. И на самом деле мне вначале даже стало смешно. На самом деле все эксперты в первую очередь говорят, что спрос на дизельное топливо, соответственно увеличение стоимости дизельного топлива, приходит именно на данный период, сентябрь и октябрь. Потому что в данный момент проходит пик уборки урожая, то есть это сезонная уборка. И, как правило, даже многие, точнее не многие, а все нефтеперерабатывающие заводы, как правило, уже переориентируются именно на выпуск, повышенный выпуск дизельного топлива именно к осени. Ну и, как правило, даже такие меры не помогают. Соответственно, это приводит к тому, что на заправках, особенно в южных регионах, дизельного топлива просто-напросто не хватает и, соответственно, начинается рост цен. Вторая причина, ну опять же, она, так скажем, банальная с точки зрения экспертов, но экспертами заявлено, что вторая причина основная, это сезон отпусков, связанный с запросами именно на покупку топлива, потому что очень много автомобилистов двигаются в различные уголки нашей необъятной родины для того, чтобы отдохнуть. Как правило, двигаются они в том числе и на юг на 80%, и, соответственно, вопрос повышения цен связан также с этим. Также третье место, о котором эксперты говорят, это место, связанное, опять же, с подорожанием топлива, из-за чего это происходит. Они заявляют, что в конце летнего периода, как правило, и традиционно нефтеперерабатывающие заводы приостанавливают свое производство, либо сокращают, потому что именно на этот период проходит огромное количество плановых ремонтов и обслуживания оборудования. На самом деле, хотел бы сразу сказать, что я понимаю, что в связи с этим объемы выпуска топлива снижаются, но я не понимаю, почему, если даже эксперты знают, что именно этот период времени года, конец лета, начало осени и вся осень, в то время, когда топливо должно быть и должно поступать на заправки в максимальных количествах, почему именно в этот период заводы встают на какое-то обслуживание, либо ремонт. То есть, лично я этого не понимаю. Ну и, в принципе, есть у них еще там у экспертов несколько причин, уже которые, так скажем, не сильно играют важную роль в стабильности цен на топливо. Но, тем не менее, они есть. И, на самом деле, это, наверное, сделано специально, оно просто-напросто умалчивается от основного круга лиц, для того, чтобы просто-напросто не было каких-то политических волнений в государстве. На данный момент, как вы знаете, очень сильно курс рубля по отношению к доллару и к евро просел. И, соответственно, для тех, кто производит топливо и кто продает его за рубеж, стало намного более привлекательным продавать его на экспорт, нежели продавать его на внутреннем рынке. Также с 1 сентября, как вы знаете, лично я не знал, но вот узнал, уменьшился размер налогового вычета для нефтяных компаний при продаже топлива на территории России, что сделало его вывоз еще более привлекательным, то есть вывоз топлива за границу. Ну и, как вы понимаете, в данный момент, также еще в связи с тем, что в данный момент идет рост цен на нефть, в связи с тем, что доллар и евро дорожают. И, к примеру, если раньше нефть, к примеру, в середине лета стоила где-то 72, почти 73 доллара за 1 баррель, то сейчас к осени цена выросла до 90,5 долларов за 1 баррель. Соответственно, все вот эти аспекты напрямую влияют на стоимость солярки сейчас у нас на заправках. И, как вы понимаете, отнюдь правительство стоит не на стороне обычных граждан Российской Федерации. Они скорее встанут на сторону тех компаний, которые занимаются добычей и продажей нефти. И они скорее поддержат все то, что связано с добычей и продажей нефти, чем будут как-то пытаться стабилизировать стоимость топлива на территории Российской Федерации. В данный момент возникают очень большие проблемы, связанные с уборкой вырожая в южных регионах Российской Федерации, потому что просто-напросто не хватает топлива на заправках для того, чтобы заправлять технику, которая убирает все сельскохозяйственные культуры. Сейчас начали на крупных сетевых заправках, такие как Роснефть, устанавливать ограничения на суточную заправку топлива. Например, Роснефть ввела ограничения в южных регионах и пользователям карт Роснефти просто-напросто в день залить дизельного топлива больше чем 150 литров просто-напросто не позволяет. Ну а как вы понимаете, даже, к примеру, мой грузовик за сутки может сожрать топливо как минимум в несколько раз больше, потому что если исходить из того, что грузовик за сутки может проехать тысячу километров, то, соответственно, это в среднем где-то 300-400 литров я должен заправить на эту тысячу километров. Ну и как вы понимаете, я просто-напросто не смогу это сделать, если я, к примеру, буду двигаться по территории того же Краснодарского края, либо Ростовской области, либо там еще более каких-то южных регионов. И это очень серьезная проблема. Сейчас, насколько я понимаю, даже министр сельского хозяйства или как-то должность очень близкая к тому, что я назвал. Сейчас вынесли этот вопрос на обсуждение в какие-то серьезные политические круги, потому что уборка урожая сейчас под большой угрозой, и, соответственно, уже начались волнения и у фермеров, и у крупных компаний, которые занимаются сельским хозяйством. И, соответственно, если сейчас какие-то меры не предпримут, то, возможно, будут проблемы и с уборкой урожая, и с волнениями среди тех слоев населения, которые непосредственно этой темой связаны. Также хотелось бы поговорить за перевозчиков. Сейчас я чуть-чуть поговорил именно про дефицит топлива, в том числе и дизельного. Но есть еще такая тема, как стоимость дизельного топлива. Есть перевозчики, их огромное количество по всей России. И могу сказать одно, что стоимость перевозок в данный момент не увеличилась, потому что я сам являюсь перевозчиком, мониторю очень серьезно все направления, особенно те, по которым я езжу сам, и я прекрасно вижу, что как цена в среднем была рубль-километр на перевозке до поднятия цен на топливо, так они и остались плюс-минус такими же. И пока что я не вижу какого-то роста именно стоимости перевозок в связи с подорожанием солярки. Но на самом деле я могу сказать, что подорожание солярки сейчас очень сильно бьет по карману, особенно маленьких перевозчиков и пашников, у которых одна, две, три машины, потому что, как правило, у таких маленьких компаний каждый рубль на счету, и подорожание солярки очень серьезно стало бить перевозчиков маленьких. Могу сразу сказать, что не только маленьких, потому что стоимость солярки, которая, если раньше была в районе 50 рублей, 53, а сейчас на многих заправках она достигает 70 рублей за литр, это все-таки весомый аргумент в пользу того, чтобы задуматься о целесообразности ведения бизнеса в грузоперевозках. Могу спрогнозировать сразу, что если в ближайшее время ситуация не исправится на топливном рынке в Российской Федерации, то в любом случае вырастут все-таки цены на перевозки, потому что перевозчик в убыток себе работать тоже не будут, соответственно сразу же вырастут ценники на все, потому что сейчас львиная доля всех перевозок приходится именно на автомобильный транспорт. Если в Советском Союзе, к примеру, была развита инфраструктура по перевозке грузов именно по железным дорогам, то сейчас она хоть и пытается как-то нивелировать и нарастить темпы по перевозке грузов железной дорогой, все равно грузоперевозки автомобильные очень сильно доминируют, соответственно как минимум 80-90% всех грузов двигается по дорогам России и как правило на тех видах топлива, которые сейчас очень сильно подорожали. Соответственно готовьтесь к тому, что цены вырастут и могу сразу сказать, что как правило в нашей стране, когда цены на что-то вырастают в связи с чем-то и когда даже, к примеру, стоимость солярки потом откатится к зиме и упадет до каких-то более лояльных цен, во что я что-то слабо верю, потому что, как правило, к зиме стоимость топлива и так вырастала в связи с тем, что зимняя солярка более дорогая в производстве. Но сейчас практически, наверное, нет смысла говорить о том, что что-то к зиме улучшится и стоимость топлива уменьшится. Хотите я вам скажу, где вы допускаете одну огромную ошибку? Ваша ошибка заключается в том, что вы продолжаете ездить за рулем, не используя видеорегистратор. Те, кто постоянно ездит по дорогам нашей необъятной родины, могут с уверенностью сказать, что каждый день на их глазах происходит множество аварий. Для того, чтобы обезопасить себя от подобных инцидентов, нужно, конечно же, использовать хороший видеорегистратор. Хороший видеорегистратор нужно покупать только у проверенной компании. Одной из таких является ведущая компания по производству видеорегистраторов под названием iBox. Под каждым роликом у меня на канале есть ссылка для перехода в онлайн-магазин компании iBox. Там можно присмотреть себе и купить понравившуюся модель видеорегистратора, либо другое устройство, потому что компания iBox производит не только видеорегистраторы, а также радар-детекторы и другие комбоустройства. Совсем недавно у компании iBox вышла новинка. Это видеорегистратор со встроенным сигнатурным радар-детектором, у которого есть одно очень огромное преимущество. Это встроенная рупорная антенна, которая может детектировать малошумные камеры, которые установлены на приличном расстоянии от вашего автомобиля. Купив данное устройство, вы максимально себя обезопасите не только от возможных нехороших инцидентов на дороге, а также вы сэкономите на штрафах, потому что, используя данное устройство, вы перестанете платить штрафы. О всех камерах вас будет предупреждать данный прибор. Так что обязательно переходи по ссылке, выбирай понравившиеся тебе аксессуары и передвигайся по дорогам на своем автомобиле в максимальной безопасности. И к чему я еще веду, что, как правило, даже если что-то улучшается, то стоимость на продукты уже практически нереально откатить. Я не говорю только именно про продукты пищевые, это про все виды товаров абсолютно. Если, к примеру, цены по какой-то причине на сколько-то процентов взлетели, то еще ушлые коммерсанты под этой эгидой умудряются навернуть еще сколько-то процентов на стоимость накрутки и, как правило, откатывать изменения они никогда в жизни не будут. То есть сейчас я не могу сказать, что Россия готовится к какому-то экономическому кризису. Это, наверное, будет громкое заявление, но отчасти оно может все-таки будет правдивым на какой-то процент, потому что могу сказать сразу, что зарплаты, пенсии, как у бюджетников, так и не у бюджетников, они отнюдь не растут и, соответственно, в связи с резким подорожанием топлива, сейчас резко подорожает все, что вы привыкли покупать и, соответственно, у простого народа, как правило, зависящих от всех вот этих скачков, связанных с какими-то политическими решениями в стране, просто у большого числа населения России денег было и так мало, а станет еще меньше. То есть это породит еще какие-то волнения, они уже и так есть в связи с различными событиями, произошедшими в последние годы. Ну, я думаю, что стоит готовиться еще к чему-то, если сейчас что-то, точнее, если сейчас чудо не произойдет, то можно готовиться к нарастанию недовольств. Это уже сейчас и так объективно понятно, сейчас общался тоже с перевозчиками, и с товарищами, и с подписчиками, кто особенно сам занимается грузоперевозками. Очень многие недовольны, потому что, ну, как вы понимаете, позитива здесь мало, и недовольство уже начало расти. Сейчас для какого-то регулирования цены на топливо Госдума предлагает сделать какие-то фиксированные цены с 1 января 2024 года на 3-5 лет по договоренности с нефтяными компаниями, но что-то я слабо верю в то, что все это дело быстро провернут. Ну, я думаю, что к тому моменту, когда начнутся какие-то изменения, уже просто-напросто в стране будут нарастать различные волнения, связанные с вот такими катастрофическими подорожаниями. Сразу хотел бы дать, наверное, небольшой совет для тех, кто занимается грузоперевозками, у кого малый бизнес. Ну, я думаю, без меня и так прекрасно вы все знаете, что топливо с колонки, ну, практически ни один ИПшник не заливает, особенно если в компании очень мало машин, к примеру, как у меня. И мы просто-напросто, стараясь выжить, покупаем солярку либо по рации, либо на каких-то нефтебазах, либо у так называемых НДСников и так далее. Ну, как правило, это дает какой-то профит, какую-то хоть небольшую, но выгоду в связи с расходами на топливо. И, к примеру, удается покупать солярку от цены на заправки где-то со скидкой в 11-12, но иногда в 15%, если вы покупаете топливо большими объемами и где-то у знакомого дяди на какой-нибудь нефтебазе. Это, конечно же, позволяет хоть как-то держаться на плаву, но могу сказать сразу, что если, к примеру, раньше, еще месяца два назад, я покупал топливо по 42 рубля, где-то по 43, то сейчас мне приходится покупать топливо в связи с ростом цен на топливо. Это автология, но я говорю правильно. Сейчас я топливо покупаю от 52 до 55 рублей за литр. Это, конечно, выгоднее, чем на заправке, но все равно это очень много, особенно в связи с тем, что цены на грузоперевозки пока что не растут. По крайней мере, на тех площадках, которыми пользуюсь я для поиска грузов. В конце ролика хотел бы спросить вас, что вы думаете по этому поводу. Хотел бы послушать мнение тех, кто действительно связан с бизнесом перевозок, кто является собственником грузовых автомобилей. Как на вас повлияло подорожание топлива? Что вы думаете по этому поводу? И какие ваши дальнейшие прогнозы? Мне очень интересно будет почитать в комментариях под роликами ваше мнение. Поэтому обязательно пишите, что вы думаете по этому поводу, а я почитаю. Также в конце этого ролика хотел бы посоветовать канал Директора Дороги. У него очень интересный контент у автора данного канала. Поэтому советую вам перейти посмотреть его ролики и думаю, что вам понравится. На этом у меня все. Всем спасибо, кто слушал внимательно мой ролик. До новых встреч. Увидимся уже в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok